Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов. Осьминог бесконечности. Сегодня мы поговорим с вами о мифе. Об одном очень интересном мифе. Это миф о критическом мышлении. Я думаю все вы слышали о критическом мышлении. Каждый дурак употребляет это слово по отношению к себе и у других, кто вот инакомыслящих, кто вот не думает так как он. Он говорит ты не критически мыслящий человек. Нет. А вот я критически мыслящий. Вот такое мы слышим очень часто. Но что вообще значит быть критически мыслящим человеком? Что такое вообще это критическое мышление и зачем оно нужно? Критическое мышление это идея фиг современного интеллектуального сообщества. Она представляет собой исключительно положительное качество, включающее в себя всевозможные лестные атрибуты. Человек, обладающий критическим мышлением, оказывается и объективным, и сомневающимся, и точным, и логичным, и даже творческим. Ну и всем плевать, что эти атрибуты противоречат друг другу. Творческий, объективный, довольно-таки странное объединение. Сомневающийся, точный и логичный, тоже противоречат. Объективный и сомневающийся противоречат друг другу. Ну, в общем, вот такие вот у нас критически мыслящие люди, они не понимают, как работает творчество, как работает логика, на чём она основана, как работает точность, как работает сомнение и что такое объективность вообще. Лишь бы просто сказать, да, мы объективные, сомневающиеся, точные, логичные и творческие. Лишь бы побольше лестных эпитетов вместить в это словосочетание, да. Лишь бы похвалить себя, похвалить себя любимого как можно лучше, как можно лучше, в лучшем свете. выйти перед людьми и сказать, вот, я критический мыслящий. Но вообще-то вот такая вот постановка проблемы дает нам повод сомневаться в самом наличии, существовании этого критического мышления. Что это вообще такое? Чтобы разобраться в том, что такое критическое мышление, я отобрал несколько определений, несколько определений, да, и немножко вот порассуждал по поводу сильного и слабого критического мышления. Давайте рассмотрим все вот это вот. Так, начнем с того, вот первое определение. Критическое мышление – это система суждений, которая используется для анализа вещей и событий, с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. Ой, ну то есть быть критическим мыслящим значит быть просто поученным, как бы... Супер. Только тут имеется ряд проблем, опять же, в определении. Критическое мышление – это система суждений, оказывается. Во-первых, это система суждений, ну то есть догма определенная, определенная вера, которая используется для анализа вещей и событий. Анализ, 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 анализ. Анализ – это один из методов, в общем-то, познания. Один из многих, а тут только анализ, который используется для только анализа вещей и событий И формулируются обоснованные выводы. Что такое обоснованные выводы? Что такое обоснованность? Что такое корректность в контексте вот этого вот определения? Ну, непонятно. Вот у нас, например, был средневековый философ какой-нибудь. У него выводы обоснованные. Он приводил аргументы. Он размышлял. Он говорил, вот это так-то, так-то и так-то, потому-то, потому-то и потому-то. Например, Бог есть, потому что есть движение. У нас, как мы видим в мире, везде есть движение. Значит, должен быть первый источник этого движения. Если есть первый источник этого движения, то, значит, есть и Бог. Все. Доказательство обосновано. Корректно. Интересно. В рамках какой вообще системы обоснования мы еще должны все это рассматривать? Есть несколько логических систем в мире. Ниая логика может быть. Может быть, китайская аргументация, не знаю. Которая, в основном, аналогиями пользуется. Или, может быть, формальная логика. А почему формальная логика ему должна? Это же не критично. Просто брать и догматично следовать одной логической системе. Не знаю, как-то не очень все это. Можно же считать критически мыслящим человека, который вроде бы верит во что-то, а с другой стороны нет. Вот ученый, который послушно использует данные ему научные сообщества методы, вот он критически мыслящий почему-то. Хоть он не критично принял эти методы, он в них поверил, он их наивно использует, он вообще не понимает разницы между наукой как философским учением и просто наукой. Он вообще верит в то, что наука это нечто отличная философия. Кардинально отличная. Что вообще во много во что верит ученый. Так что он критически мыслящий сразу? Интересно. Что же корректно? А что такое корректно? Кто определяет корректность? Какие-то наблюдатели, может специалисты, авторитеты. А почему, если мы критически мыслящие, мы должны опираться на специалистов и авторитетов у нас в своей голове что ли нет? Непонятно. Непонятно вообще, зачем вводить вот это вот понятие критическое мышление, если какого-то особого критического мышления, выделяющегося из других как бы типов мышления, просто не существует. Ну просто, ну например, можно сказать, да, мы исследуем все, опираясь на науку. Никого критического мышления для этого не надо. Все отлично. Мы продолжаем исследование. У нас есть методы. Мы делаем стандартные выводы. И не нужно называть это критическим мышлением. Потому что ничего критического здесь нет. Здесь каждый пункт догматичен настолько, насколько это только можно. Анализ догматичен сам по себе. Это один из методов, который принимается на веру. Обоснованные выводы. Да тоже они догматичны. С чего мы взяли, что они обоснованы? И чем одни выводы более обоснованы, чем другие? В общем, мы понимаем, что бывают разные типы обоснования. Бывает теологическое обоснование, бывает философское обоснование, бывает эмпирическое обоснование, бывает математическое обоснование. Обоснований-то много. Но мы понимаем, что вот в этом контексте обоснованных здесь написано сугубо о научном методе. Сугубо научно обоснованных. Опять же, обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. Есть очень много слабых мест в этом определении, которые заставляют нам задавать вопрос, а почему вот это критическое мышление, чем оно отличается от других типов мышления. То есть какой-нибудь философ, который не критические мысли, какой-нибудь средневековый монах, он не обязан был анализировать, он не пытался ничего анализировать, не пытался обосновывать, не пытался выводить и не придавал никакую корректность, наверное. Претендовал. И в этом проблема. Критическое мышление, вот это определение, вообще ничего не стоит. Продолжаем дальше. Критическое мышление – это способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. А что такое сомнение? Вообще-то изначально, да, со времен античности сомнение было, по-моему, утеряно, изменено совершенно другим качеством, которое в отличие от греческого сомнения присуще всем людям. Да, в обыденном смысле все люди ставят под сомнение ту или иную поступающую информацию. Некоторую информацию, конечно, не ставят. Например, у нас есть христианин. Христианин верит в христианство. А вот к нему приходит мусульманин. Мусульманин говорит, мол, нет, Христос не был Богом. А христианин сомневается в этом, говорит, да нет, был, наверное, твои слова, мне кажется, сомнительными. А все, акт сомнения произошел. И акты сомнения происходят, вот такие вот единичного маленького сомнения происходят довольно часто в любом сообществе, в любом религиозном обществе они происходят. Тогда чем вот этот термин критическое мышление отличается от обычного мышления? По-моему, ничем. А вот абсолютное сомнение, которое реально отличается, вот абсолютное сомнение как метод, как метод сомнения, вот этот метод отличается от всего, что мы знаем вообще за всю историю философии. Вот эта вот штука имеет радикальное отличие от всего философского подхода. И это редчайшее качество, редчайшая способность, которую очень трудно достигнуть. Она не присуща ученым, не присуща философам по большей части. Она никому не присуща, кроме абсолютных скептиков, которые за всю историю философии были только в Древней Греции. Ну, интересно, интересно, о каком сомнении же речь идет? Речь явно идет о поверхностном сомнении, но поверхностно сомневаются все. Продолжаем. Критическое мышление. Корректная оценка утверждений. Опять слово корректное. В каком смысле корректное, да, непонятно. Критическое мышление. Разумное, уже рефлексивное мышление, направленное на принятие решения, чему доверять и что делать. У нас совмещение критического и рефлексивного – это своеобразное пентианство. Однако, вот в чем проблема. Рефлексия-то, что это? Она существует. Мы действительно можем направить свое сознание на наше сознание и познавать вот таким вот образом его. Не приходится ли нам создавать при этом какую-то модель нашего сознания, которая не является истиной? Например, что сделал Кант? Он создал систему из 12 категорий, которые якобы существуют у нас в сознании. А не существуют у нас в сознании? По-моему, нет. По-моему, это я сейчас вот думаю о них. Я не ощущаю их присутствие. Как таковых. Возможно, это просто модель теоретическая, с помощью которой Кант пытался объяснить сознание. Да, это как будто бы направленность на сознание. Но нет. Это всего лишь, это всегда всего лишь как будто направленность. Да, нам приходит... Для того, чтобы познавать свое сознание, нам приходится создавать теоретическую систему взглядов, теоретическую модель нашего создания. Вообще непонятно, в каком контексте здесь употреблено слово рефлексивное обышление. Причем разумное рефлексивное обышление. Ну, такая комбинация философских каких-то шаблонов, так скажем. Причем, ой, какое противоречие-то в этом определении. Разумное рефлексивное мышление, а мышление направлено само на себя, получается, если оно рефлексивное. И при этом оно еще и направлено на принятие решения, чему доверять и что делать. Как оно до себя должно быть направлено, что входит в термин рефлексивное. Или должно быть направлено на то, чему доверять и что делать. На что мы можем надеяться, как спрашивал Кант. Я вот не могу на это определение понадеяться. Очень, очень, очень оно кажется мне сомнительным. Дальше. Критическое мышление. Интеллектуально упорядоченный процесс активного и умелого... УМЕЛОГО! Ох, какое слово! Анализа. Концептуализация, применение, синтезирование или оценки информации, полученной или порожденной наблюдением, опытом, размышлением или коммуникацией. Как ориентир для убеждения и действия. Вообще, очень общее определение. Особенно давайте посмотрим на слово или, 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 или. То есть, полученной или порожденной наблюдением, или опытом, или размышлением, или коммуникацией, вообще, или, или, чем угодно оно порождено. И опять никакой конкретики. То есть, мы опять не понимаем, что такое критическое мышление из этого определения. А также прекрасное слово, процесс активного и умелого анализа. А пассивный анализ, он как? Он существует вообще? Что такое пассивный анализ? Чем пассивный анализ отличается от активного? Ну, допустим, у нас есть пассивный анализ. Это когда мы пользуемся каким-то алгоритмом, допустим, для анализа. Например, ученые пользуются алгоритмами для анализа, чтобы, в общем-то, все это было систематично, чтобы это было понятно, чтобы другие ученые подяли. Это, допустим, пассивный, а что тогда активный? Когда мы сами пытаемся анализировать без применения всякого рода таких вот шаблонов, да? Ну, тогда ученые не критически мыслящие, а так нельзя. Потому что по определению критического мышления, это самое главное, критическими мыслящими людьми являются ученые. Но если в таком случае ученые применяют пассивный анализ, тогда они не являются учеными. Ну, в смысле, не являются критически мыслящими. Вот слово умелого тоже очень странное. А что значит умелого? Потому что есть какие-то догмы, какие-то умнения, на которые мы основываемся, чтобы анализировать. Не знаю, еще и концептуализация, применение, синтезирование или оценки информации. В общем, это то, что человек обычно делает, ну, все получаются критически мыслящие опять. Человек, у которого интеллект чуть-чуть выше, не знаю, амебы, вот он прекрасен, он критически мыслящий. Спасибо большое за ваше определение. Ай, да. Есть также разделение на сильное и слабое критическое мышление. Критическое мышление в слабом смысле, как мышление высококвалифицированного, но имеющего эгоистическую мотивацию псевдоинтеллектуала, занятого собственным благом и всерьез не думающего об этических последствиях своих действий, как Оппенгеймер, например, или профессор Сахаров. Вот эти вот ублюдки не думали о последствиях своих действий. У них определенно слабое критическое мышление было, ладно. А носитель такого мышления часто высокообразован, но применяет свои знания для следования несправедливым и эгоистичным целям. С другой стороны, критическое мышление в сильном смысле – это мышление личности, проникающей в логику проблем с целью их объективного изучения, без эгоцентрического или социоцентрического уклона. В этом смысле критическое мышление направлено на чистое сердечное преодоление препятствий на пути к истине. Прям гимн можно петь вот под эти слова, надо рифмы сочинить и всё в стиле поставить. Но это фигня полная, это абсолютно тупое объяснение, честно говоря. Тупое разделение. Брать в качестве... Ну давайте согласимся, по крайней мере, на том, что все определения критического мышления, они скорее относятся к такой теории познания, около теории познания. И вдруг, вдруг, некий автор, сейчас, как там его зовут, не видно, ну без разницы, пообещает в сердцевину вот разделение критического мышления на сильное и слабое этику. Просто этику, не знаю, может быть, нужно быть обязательно там нежадным, чтобы быть критическим мыслящим. Может быть, не нужно чревоугодием заниматься, а? Может, по этому критерию будем судить? Может быть, сильное и слабо мыслящее будет разделяться вот по степени чревоугодия? Кто-то там вкусно кушает, у того слабое критическое мышление, а кто невкусно кушает, у того сильное. Но проблема в том, что у них нет связи. Нет, нет связи. У нас, с одной стороны, гносеология чистая, критическое мышление с гносеологией, а с другой стороны, у нас вот эта вот попытка внедрить еще и этику, зачем-то, сердцевину критического мышления. Но, опять же, ничего не понимаем. Зачем нам, какая разница эгоцентрическая или социоцентрического хуона? И почему, например, путь к истине, путь к истине, почему это сильное критическое мышление? Зачем нам вообще познавать истину? Вообще, критический мыслящий человек, наверное, должен критиковать истину в том числе. Может быть, нет никакой истины? Может быть, это наивная какая-то чепуха, ее вообще не достичь? Может быть, чему-то другому надо стремиться и о чем-то другом думать? Может быть, вот как-то так все устроено? Почему критическим мыслящим человеком называется наивное существо с какими-то этическими воззрениями, довольно-таки примитивными, да еще и стремящиеся к истине слепо. Вот идет он к истине. Он такой критический мыслящий, он такой прекрасный, он такой умный, он такой замечательный. Но это вообще оторвано от вот этих вот всех определений настолько, насколько только это может быть оторвано. Ну вот и получается, что нет точного определения критического мышления. Все его определения подвергаются критике, но вообще вообще непонятно, что это такое, зачем оно нужно и чем это критическое мышление отличается от некритического. Например, мышление скептика отличается от мышления и догматиков тем, что у скептика нет убеждений. Его основная цель – убрать из своей головы все убеждения. Все понятно, все очевидно. Очевидно, на чем основан этот метод. На чем основан метод ученых, например. Чем отличается научное сознание от ненаучного? Научное сознание использует рационалистические подходы, эмпиризм и математику. То есть проводит опыты и высчитывает. Высчитывает, проводит статистику и корреляции находит. Понятно, как работает научное сознание, научное мышление, так скажем. А как работает критическое мышление? Непонятно. Совершенно непонятно. Оно формулируется общими словами. И настолько общими, что любой человек может взять и подписаться. Вот, да, я критически мыслящий. Я критически мыслящий и мои друзья тоже. Спасибо большое за внимание вам. Восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Не будьте критически мыслящими. Кретинами, пожалуйста. Думайте о критическом мышлении и критикуйте его. Критическое мышление и критическое мышление. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ